Всем привет! Новое видео на канале GadgetMoney Сегодня мы поговорим о камерах В очередной раз о камерах в смартфоне Realme X2 Pro Давайте начинать! Поехали! Вот такой электронный стабилизатор У меня есть купленный По осени за копейки По-моему 4 до 5 тысяч рублей Живан Снимаю сейчас на Свой смартфон Realme X2 Pro На гугл камеру И сегодняшнее видео Будет именно со съемку Со стабилизатора Вот такая вот картинка У нас с рук Держу одной рукой Это немаловажно Поставлены настройки 4К Битрейт 60 В моде, конечно, включена стабилизация Но она на самом деле Не очень-то и спасает Посмотрим, как это будет Именно с электронным стабилизатором И прямо сейчас съемка ведется Телефон на стабилизаторе На электронном стабилизатор На определенном устройстве Под названием Пень деревянный И включен режим видео С замыленным задним фоном При этом можно регулировать От 100 до скольких хотите процентов Сейчас выключено в 100 Для того, чтобы вы понимали Как отрабатывает картинку Вечернее время Сейчас весна Я живу на севере, в Карелии Поэтому погода меняется каждую минуту Может быть, как очень пасмурная Серая погода Так и достаточно солнечная Потому что все-таки весна И с 20 числа день будет преобладать над ночью Вы можете посмотреть, как отделяется задний фон Все, что сейчас я вижу Мне очень нравится То есть статичная картинка Она очень крутая Но в этом видео мы поговорим В том числе На съемку со стабилизатора Естественно, на стоковой И на Gcam В камерах Модуль установлен Gcam Не последний Есть видео отдельное Как его установить Можно установить последний Но от этого В принципе, ничего, наверное, не поменяется Потому что они обновляются Чуть ли не каждые 7 дней Я думаю, что там Пока что не так много улучшений Но все-таки Может быть, если вы хотите Заходите, вы установите последний На всякий случай Ссылочку оставлю в описании Постараюсь найти Оставить в описании под этим видео Как установить Gcam На смартфон Realme X2 Pro Есть отдельное видео у меня на канале Пожалуйста, чекайте Смотрите И пишите свои комментарии Очень все просто Вот, собственно, так отделяется у нас 100% То есть мне Очень нравится Фронтальная камера Запись 1080 30 кадров в секунду На стоке А сейчас Я Специально Для демонстрации эффекта Переключу это все Именно в этом режиме Только бокешка Будет работать Допустим На 50% Ну, а теперь все то же самое Только с электронной стабилизацией Хорошее время для Красивых проводочек Соответственно, закат И серия Я ничего не делаю Просто Пой снимаю Вы скажете В принципе, любой, наверное, телефон Будет снимать с электронной стабилизацией Хорошо Я вам скажу Нет Не любой Клево сейчас было, да? Давайте вернемся Это у нас Google камера, повторюсь Битрейт 60 Звук пишется встроенный Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Сейчас боке работает на 50% То есть Это режим видеозаписи Все тот же До этого было выкручено до 100% Посмотрите, как Можно, в принципе, даже кропать Кто смотрит, допустим С айфонов Можно приближать видео Мне картинка на данный момент Более чем нравится То есть Еще не совсем темно Нет Определенных таких характерных шумов Потому что Естественно Телефон за 35 Пускай тысяч рублей В официальной рознице При любых раскладах Не будет снимать Не будет установлена такая оптика Как, допустим На флагманских устройствах Хотя Одним из Скажем так Одним из подталкиваниям К выбору этого смартфона Являлось как раз таки Мое видение Как снимает камера На Galaxy Note 10 И 10 Plus Она снимает Ну, не скажем так Что совсем уж Совсем уж круче И По сравнению с айфоном 11 Айфон 11 круче снимает видео В условиях плохого освещения Ну, вообще, как бы В айфоне Последние несколько лет Да и вообще всегда Видео было Ну, всегда на порядок круче Ну, а фоткает Этот телефон Realme X2 Pro В каких-то моментах Либо на уровне айфона 11 Либо Ничем не хуже А это у нас Стоковая камера Ручками поставил Настройках 4К60 Но телефон Какого телефона Почему-то может Иногда Сбоить И выставлять Непосредственно 4К30 кадров При каких обстоятельствах С чем это связано Непонятно Ну, давайте Все те же самые футажи Тоже стабилизация Смотрим На отработку Именно Сейчас бегу Кстати На отработку У нас Как у нас работает Динамический диапазон Немножко все Стоковая камера Она немножко все так Скажем так Красит Красит Никаких я сейчас 1Х 2Х Там Вот это не буду делать Потому что Во избежание Во избежание Чтобы у нас Все это на 30 кадров Не перешло Это для людей Кто интересуется Непосредственно Видеосъемкой На смартфон Отлично Отрабатывает небо Причем Джекам Это делает В естественных тонах А это немножко Художественно Красит И получается Я сейчас смотрю На теле В экран И получается Так Очень по-киношному Как будто Какой-то Пресет Настройка Фильтр Но Опять же Не портящая Ничего Но при этом Имеет вот такие Вот Нюансы Ну а сейчас У нас боке Выставлено На 10% То есть Вы должны понимать Что очертания Вокруг меня Практически Не должны Блюриться Поэтому Опять же 1080p 30 кадров В секунду Ну и Совсем Совсем Через секунду Вы увидите Как снимает Gcam Также На фронтальную Камеру Но только Битрейт Будет выставлен Точнее FPS Будет выставлен На 60 А это у нас Фронтальная Камера Тоже Google Gcam Ну и соответственно Я могу Побежаться И не упасть В пиду В принципе Все работает Да Лед Здесь такой Хороший Мне тут ролики Сказали О том что Ролики Про самокаты Как бы Что я снимаю Где-то на Марсе Потому что Вот эта площадка В летнее время Выглядит Весьма специфично По мне Отличный вариант Для Ведения Блогов Поставил Либо в помещении Либо С рук Отлично Мне кажется А это у нас Фронталочка Стоковая Изображение Чуть-чуть Поинтереснее Более естественнее Чем На Gcam Но Опять же Есть Небольшой Покрас Не знаю Какие-то Встроенные Алгоритмы Работают На улице Сейчас Кстати Более-менее Тепло Ну Минус 2 Март 21 число Как-то так Я соответственно Очень сильно Иду Давайте Пробежимся Ну Хорошо Отрабатывает Все Мне очень нравится Автофокус На этом аппарате Что на фронтальной Что на основных Модулях Прикольно Ну А так Снимает Gcam Все тот же Стабилизатор Все то же Местоположение 60 кадров В секунду Ну Видите Тут Надо Каждый Получается Кусочек Видео Выкладывать Сипа Отдельно Заливать То есть 1080 60 кадров Секунду На YouTube Плюс YouTube Жмет 1080 30 кадров Секунду 4K 60 кадров Секунду Ну Опять же У меня Будет 1080 60 кадров Секунду И вы Сможете Посмотреть Разницу То есть Естественно 4K Будет Кропаться Доун Скейлиться До 1080 60 кадров Секунду Повторяю То есть Точнее Напоминаю Чем Больше Кадров Секунду Тем Соответственно У нас Более Такая Желейная Картинка То есть Если я Помашу Руками На 1080 60 кадров Секунду Это все Должно Быть Более Плавно И мягко Это между прочим Еще раз Повторюсь Gcam Mod На Realme X2 Pro И Соответственно Фронтальная Камера С выставленными 1080 60 кадров В каждый раз Перед съемкой Приходится Ручками Соответственно Здесь В стоковой Камере Немножко Получше Работает Фокус Есть у меня Определенные Претензии К Фокусу Именно На Камере Но опять же Эти претензии Никак Не связаны С Достаточно Такой Серьезной Серьезным Сбоем Во время Видео Конечно же Макро Фокус Работать Не будет То есть Макро Съемкой Не будет Работать Вот так Это все Выглядит Ну а так Снимает У нас Фронтальная Камера Стоковая На Realme X2 Pro Без Всяких Замыливания Задников То есть Просто Фронталочка 1080 30 кадров В секунду Повторюсь Видео Будет 1080 60 кадров В секунду И по сути И по логике Вы должны В принципе Если есть Какие-то Моменты По Шумам По всему Вот этому Вы должны По крайней мере Хоть чуть-чуть Но увидеть Все что я вижу Сейчас В Экране Смартфона Своего У меня Более чем Устраивает Небо Точно такое же Как оно Есть в жизни Цвет Моей одежды Абсолютно Такой же В жизни Очень клево Работает у нас Фокус То есть Я могу Если я делаю Вот так вот Да То есть Без каких-либо проблем Ничего у нас Смотрите Опа Фокус Как работает Опа Без каких-либо проблем Все Четко снимает То есть Из чего Мы можем Сделать вывод При работе С электронным Стабилизатором Смартфон Realme X2 Pro Как скорее всего И большинство Смартфонов Ведет себя Очень-очень хорошо Здесь установлены Среднего класса Модули То есть На 64 Сколько-то там Еще в Мегапикселе Я постоянно Забываю эти цифры Но не суть У меня главный результат Который я получаю И я понимаю Что летом При хорошем освещении В помещениях При хорошем освещении Если я приобретаю Себе смартфон На который планирую Снимать Какие-то Видеосюжеты Там Может быть Введение блогов Может быть Что-то связанное С техноконтентом Я понимаю Что со стабилизатором Который стоит копейки Это очень-очень Ок Ну а если без стабилизатора В статичном положении Тоже очень Ок Ок При хорошем освещении При плохом освещении На стоковой камере В 4К Естественно Не работает Стабилизация Ну и Сейчас я вам Точнее Отдельно Продемонстрирую Как работает Без стабилизатора Именно Камера С ультра стабилизацией Это у нас будет 1080 сток То есть стоковая камера С функцией Ультра стабилизации Ну а так снимает Режим ультра стабилизации С рук Держи в одной рукой Стоковая камера Режим ультра стабилизации Ну на самом деле Ничего Ультра я пока Не вижу Потому что я рукой дергаю Картинка дергается Как-то так Повторюсь Что ультра стабилизация У нас в режиме 1080-60 кадров в секунду Вот Ну По сути Как бы Это наверное Половина того Может быть даже Одна Двадцать пятая Того Что нам дает Стабилизатор электронный Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»